В Чувашии наградили представителей замещающих семей. Чувашская республика в Чувашии наградили представителей замещающих семей 15 часов 55 минут. Вы Республиканский форум замещающих семей Чувашии. Чебоксары, 15 декабря РИА Новости. Вы, Республиканский форум замещающих семей Чувашии, на котором были награждены лучшие представители семей, воспитывающих приемных детей, прошел в Чебоксарах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики. Цель форума – привлечь внимание к развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профилактика социального сиротства. В нем приняли участие около тысячи человек замещающие родители, опекуны, попечители, приемные родители, а также специалисты органов опеки и попечительства, представители организаций для детей-сирот, специалисты по сопровождению замещающих семей, представители общественных организаций и благотворительных фондов. 4 декабря, 16, 39 новости Подмосковья. Более двух тысяч детей-сирот обрели семью в Московской области. Чувашская республика – один из лидеров в Российской Федерации по вопросам жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сказал на церемонии открытия форума министра образования и молодежной политики Чуваша и Сергей Кудряшов. Он подчеркнул, что именно замещающие семьи стали основой социального и психологического комфорта, уверенности в жизни для многих детей, оставшихся без попечения родителей. Новая жизнь для приемных детей в числе участников форума была и семья Конышевых. Светлана Конышева работает методистом в Канашском строительном техникуме, Владимир Конышев сейчас на пенсии. В семье Конышевых трое своих и трое приемных детей. Две дочери Мария и Наталья уже взрослые, у них свои семьи. Третья дочь Дарьи учится в восьмом классе. Приемные дети Александра, Алексея и Дана. Александра художник, а Алексей и Дана учатся в лице государственной службы и управления в Канаше. Знак авторского права фото, из личного архива семьи Конышевых, семья Конышевых. Знак авторского права фото, из личного архива семьи Конышевых, семья Конышевых, наши дети нас сами нашли. Мы пришли в больницу нашу приемную дочь Сашу проведать. И вдруг навстречу мне по коридору бежит малыш и кричит, я знал, я знал, что ты придешь. Он меня обнял и повел в палату к Дане, они в то время тоже в больнице лежали. Так мы познакомились с нашими будущими сыном и дочкой, улыбаясь, рассказывает Светлана. Вчера 12 часов 0 2 минуты, почему покупать подарки в детдома вредно и как поздравить сирот правильно? В канун самых долгожданных и чудесных праздников мамы и папы, вскрыв конверты с письмами Деду Морозу, бегут в магазины и чувствуют себя волшебниками. И так уж повелось, что именно в эти дни хочется творить чудеса, одаривая ими всех не только своих домашних, но и тех, у кого нет мамы и папы. Она говорит, что, прежде чем взять в семью приемных детей, она советовалась со своими детьми, они были не против новых сестер и брата. С оформлением документов проблем не было. Нам помогли специалисты органов опеки и попечительства в Канаше, никто не остался равнодушным. В течение месяца все документы были оформлены, отмечает Светлана. По ее словам, в семье приемные дети адаптировались быстро. Были сложности с Даной, девочка часто болела. Справиться с трудностями в процессе адаптации приемных детей семье Конышевых помогли психологи из Центра образования и комплексного сопровождения детей в Канаше. 25 ноября, 8 часов 48 минут вместо одной девочки взяли шесть мальчиков. История семьи из Нарьян Мара у нас дружная семья. Все наши дети дружат между собой. А Леша с Даной участвуют во всех школьных мероприятиях. Сейчас Дана в Москве со школьной командой российского движения школьников, РДЖ, на зимнем фестивале. Леша готовится к республиканскому кадетскому балу, отмечает Светлана. По ее словам, ее приемные дети обеспечены социальными гарантиями, например, старшая дочь Александра вне конкурса поступила в Чувашский государственный университет имени Н. Ульянова. Знак авторского права фото, из личного архива семьи Конышевых Ветлана Конышева среди участников форума замещающих семей Чувашии. Знак авторского права фото, из личного архива семьи Конышевых Светлана Конышева среди участников форума замещающих семей Чувашии число сирот сокращается по данным Министерства образования Чувашии. В настоящее время в республике живут 2850 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Более 90% воспитываются в замещающих семьях. 1394 ребенка в 916 приемных семьях и 1318 детей в 1088 семьях опекунов, попечителей. 16 октября, 12 часов 02 минуты пяти советов приемным родителям, как пережить период адаптации ребенка в семье для замещающих семей в Чувашии организованный институт кураторства Центра образования и комплексного сопровождения детей в Чебоксарах и Коноше, основная цель которого создать условия для успешной социализации и развития приемных детей. С замещающими семьями проводятся индивидуальные консультации, диагностические обследования, тестирования, они получают психолого-педагогическую и социально-правовую помощь. Кроме того, на базе Центра образования и комплексного сопровождения детей работает школа приемных родителей. 15 часов 55 минут Чувашская республика.